всем привет у нас сегодня тест-драйв обзор mazda 6 отличное настроение почему она отличная я расскажу чуть попозже и так сразу к сути дела mazda второго поколения я как бы ну можно сказать что ни разу жизнь на ней не ездил но суть немножко как бы толку я знаю просто прошла небольшая история примерно год назад я вообще себя как бы раньше позиционировал таким человеком знаете что вот не бойся там вот бери эту да не очку продавая так далее и был такой видел про приору где говорю что него не бойся возьми иномарку вот был вот реально и как-то пришел такой комментарий мне на сцене в контакте что знакомый пишет мне дядя гать миша но но ягод тебе поверю ягод продал приору свою любимую в хорошем состоянии и купил маза шестерку вот такую и скинул фоску снизу объясняет суть проблемы получилось так что я купил состояние вроде бы отличное но у него есть такая проблема немножко разболтана шаровая но опора вот ну кто понял да в подъездке то есть по сути это мелочи и человек но он не знал то никто ему не говорил он сразу автоматически прилипает минимум на 10 тысяч рублей потому что допустим шаровая отдельно не меняется она меняется только с рычагом в сборе то есть это опять же ты покупаешь не оригинал за 10 тысяч это даже 11 если оригинал то это стоит уже где-то тысяч 15 то есть реально большие суммы в эти человек испугался он он сказал что обратно хочет приору ну базара нет да ты сталкнулся с такой как бы мелочи и уже представляешь ну чуть ли там не 10 процентов своей зарплаты отдаешь а кого-то даже 20 процентов 50 процентов зарплаты правит если но это реально большие суммы из-за такой мелочи я не знаю в итоге правда он того что он не продал то есть он больше со мной не связывался суть такова что он обиделся понимаете меня и вот меня с тех времен уже год прошло я как бы ну методика можно сказать я переживаю пойти переживаю но ты из приоры пересел на вот эту машину и не захотел уже как бы платить деньги уже изначально даже ну ты не двигатель клинанул в этой мелочи реально жизни да есть такая особенность именно с этой шаровой но в этом нет ничего страшного понимаете я не знаю человек обжегся вот он реально обжегся об иномарку пойти и чё я просто ближайший пример могу провести такой залезаешь ты в яму ремонтировать подвеску в автомобиле и вот такой что у тебя упал дай ключи тут поднимаешь и резко только бам затылком ударяешься об глушитель ты корчишь от боли но следующий раз следующий раз ты когда уже ключ уронишь ты уже запомнишь что не надо так вот резко вставать потому что там реально какие-то допустим да там предметы машины идут но если вдруг да то ударился но все уже не бывает чуть теперь никогда в жизни в эту яму не залезать а то есть тоже просто с этим как бы ну с чувством сковкой расстановка и понятие покупать любые автомобили пускай это будет маза 6 взять аналог ford mandel кто-то сравнил с пассатом хотя там другая основная категория но суть остается одна и та же то есть автомобиль d-класса с нормальными более-менее опсами ну и относительно конечно с двигателями сейчас до них дойдем попозже вообще сама машина я посмотрю о ценнике ну если честно я как бы не не удивляюсь вообще сейчас никого ничему как бы вы тоже ничего не уделяйте но цена от 370 допустим в нашей области да там 400 450 наша машина допустим но пускай там 430 стоит пробег то пускай 180 не мотанный то есть это в принципе нормально для такого года для восьмого то есть это сумма нет вы просто представьте вам красивый автомобиль даже на сегодняшний день выглядит офигенно комфортный более-менее большой до опции иномарка все дела как бы вообще только цена маленькая почему цена я просто смотрю опять же ценники опять же парни мне скидывают и вот можно купить допустим за эти же деньги этого же года этого же пробега lancer 10 фокус какой-то мристайлинга до хорошей комплектации то есть это реально другой класс но почему такие суммы чего люди боятся что за фобия я просто понять не могу дело в том что я ну кто не в курсе купил недавно mazda cx-7 да 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 там цена обусловлена тем что там действительно есть турбина которая выходит из строя она дорогая дорогого удовольствия там дорогие прокладки собственно говоря в мазе абсолютно также допустим если брать вот эту да но почему такая цена тут нет турбины тут я не устанавливаю изначально давайте я открою капот сразу начнем с технической части капот показался эти очень маленькие просто большие крылья вот у нас такие большие фары открываем у нас ты здесь такая вот указ . как обычно не очень светоудобно но вот смотрите пространство как бы сейчас до этого за все дойдем меня одно смутило почему не поставили сюда допустим 2 и 3 turbo то есть на мазу да на кроссовер который там не нужна была там это в двигатель да туда поставили этих же годов на предыдущем для mazda шестерки ставили на тройку ставили да то двигатель сюда они установили именно да вот для нашего рынка только ну по сути сказать можно сказать два двигателя хотя конечно 3 там 2 и 5 да есть но вы его просто-напросто не встретите одно объявление в нашей мурманской области двигателем 2 и 5 это там когда печатали объявление просто-напросто жена ошиблась то плохо как обычно бывает то есть самые популярные 1.8 на механике стоит дешевле тысяч на 50 сразу же то есть кто там ну кому нравится вот механика кто не любит гонять да сразу представляете вас сумма еще уменьшается то есть вы просто в шоколаде получается такая вот внешность смотрите черный дизайн ну реально вот у нас ведь самый популярный то есть автомат и двухлитровый двигатель 147 лошадиных сил разгон до 100 примерно 10 секунд не здесь не спорт да не спортивно но тут сделали именно акцент на надежность то есть эти двигатели они реально как бы ходят хорошо там вот где-то по светам даже mzr там mazda red racing там все дела то есть где-то вот мазочка сидела но все равно этот двигатель это тоже самое аналог двигателя который становится на ford с макс и макс мандео даже на фокус вот это двухлитровый 140 сильный двигатель но там немножко другое там навесное оборудование немножко другое но все равно говорят что на мазде лучше опять же вы в шоколаде а чем лучше но для тех кому интересно значит у слоники вот такие что слоники это такие форсунки которые находятся в двигателе внутри которые лучше охлаждают юбку поршня я отвечаю вам никогда в жизни это не поможет потому что эти машины ну не эксплуатируется знаете так вот чтобы нещадно я ни разу не чтобы меня обгоняло маза там со свистом меня обычно другие машины там и гораздо лошадей меньше почему-то то есть если у тебя что-то есть под капотом ты слишком можешь сказать что на жопе ровно да это у нас получается средничок то есть люди все которые знают автомобиль они узнают знаю что там ни хрена под капотом не бывает никогда в жизни то есть сюда изначально ничего не ставили чтобы она как-то хоть ехала там хотя бы 9 секунд это смешно маза тройка там я знаю двух литров ford focus двухлитровый едет на секунду быстрее чем эта машина то есть ну я не знаю как бы некоторым людям ну это неважно да опять же вот владелец говорит вот мы сейчас пора сужали по автомобилю мы прошлись вокруг и сказал вот там классно классно то есть он сказал что там резину поджирала из того что там было какое давление шинах но он даже не заикнулся то что вот он не нравится что она не едет типа как бы он даже не заикнулся я сейчас дал ему свою мазу цик 7 сказал вот просто покатайся просто сравни то что до этого не тоже был фокус как бы возможно он поймет что вы машина все равно она как бы но не едет я только что просто вот на этом месте вот просто газ пол нажал она из автомата начал жужжать до 4000 поднялись обороты но она опять никуда не поехал ладно бог то с ним самое главное есть как бы надежно с этим проблем вроде бы нет а так японская вот сборка вы посмотрите на эту морду просто ну давайте так вот двигатель это все понятно некоторые даже не представляю что это не интересно посмотрите на эту мордочку а на эту девочку но согласитесь красота вот эта эмблема вот знаете вот вот это вот это знаете там вот есть такая стримерша карина вот она постоянно этот значок мазды показывает то есть вот маза тебя любит по идее более-менее безопасность до относительная внешность нормально для тех же самых времен и опять же относительно те же самых конкурентов по статус 3 стремнее мандео он страшнее то есть мазда все модели начиная вот именно где-то с 2003 годов во всей красе себя показывают а новую мазу увидели новую там просто там какой красивый самолет просто офигенный туда хотя бы есть да уже другой двигатель здесь балалайку получилось так так ладно смотрите вот у нас вот по подвесочке вот сегодняшний выпуск начал вот именно с этой шаровой то есть ну по идее как бы ну да люди могут прилипнуть то есть на форумах там восстанавливают как вот на тазах там что-то пытается восстановить эти шаровые ну чтобы лишние деньги не платить пытаются что-то высверливать там варивать я не знаю и так далее но по идее рано или поздно приходится все равно менять лучше брать конечно же оригинал он ходит гораздо дольше опять же люди сталкиваются с тем что потратили 10 тысяч поставили какую-то запчасти она откатила полгода и он опять кричит что mazda плохая машина дело не в шаровых также рейка стучит а некоторые люди даже по 100 тысяч какой по 100 тысяч едет дело в том что даже вот на эти девушки которые эксплуатируют автомобили не так чтобы на это муж и жена ездить да равномерно то есть муж хоть как хоть когда-то залезает хоть когда-то проезжает и понимаешь там что-то стучит начинает менять до бабы бывают реально ездит чуть ли есть срок службы автомобиля и у них что-то стучит и они думают что это нормально здесь абсолютно та же самая история утано есть такие такие кругляшки такие с полумесяца как сухарики там ну просто народе то есть их меняют их подтачивают то есть опять же если за счет рулевая рейка это все ремонтируется ну кто не знает передний привод полного привода не бывает что касается кузовщины постоянно ломается вот этих мазах не только эта модель и вот эти ограничители которые двери держат граничители подходит от девятки вот эти пыльники на шаровых у нас подходит а шевроле не вы допустим ухопная система если настоял бы двигатель 18 подошел бы от фокуса дизельного допустим правую щетку до стеклоочиститель подходит от буханки получается что классный автомобиль тут как бы да хотя спора нет у нас вас и вот это бояться надо когда калович такую наклейку и значит амизит качки дочь о ком так ладно войти во первых кожи у нас хорошая комплектация у нас есть все кроме электрического сидения допустим переднего а так кожи комбинирована она классно выглядит у нас и система базы сзади стоит сабвуфер допустим находится вот здесь вот прям за стеклом хорошего принципе отделка владелец пожаловался на шумоизоляцию мыши с ее несомненно проверим а так вот пожалуйста сидишь хорошо себя чувствуешь вот эти все плафончики унифицированные от других моделей mazda здесь вот кнопочки все автоматические подсветка ручка ну принципе все нормально миза тоже хватает то есть ну как бы обычный вот этот типа как-то и такая мрида вот такой класс а так по сути мне если честно вот именно вот я бы только купил чисто из-за внешности серьезно нам всегда нравилось у нас видите получился двухлитровый двигатель если бы стоял у нас 18 я уже тысячу раз об этом говорил где-то не помню сравнивая ну как бы что-то не то нет и неправильно когда допустим у тебя две дырочки до таких вот два таких вот приспособления в юбке для двух труб выхлопных у нас как бы 2 из целого 18 была бы одна труба вот здесь слева а выемки сиро были бы две то есть некоторые это сравнивать и падала мягать там крюк да как-то пятнашки для того чтобы дергать типа там ни хрена подобного просто это бампер получается юбочка унифицирована сэкономили базара нет кнопка вообще нестандартное решение такую я не видел нигде ну насколько я помню открываешь говорят вроде бы ломается то есть и так вот я нажимать особо то не стоит как бы так вот я не понял почему у нас подъем такой вот в горку то есть здесь гораздо ниже чем допустим он там возможно там что-то лежит да вроде нет но вот он здоровье колоночка музыка играет просто офигенно а так подделки чисто японец объем обыкновенный вот эти штуки что радует есть куда держаться обычный багажник ничего как бы тут особого серьезного нет у нас здесь так можно не комплектация да ну типа спорт дополнение да вот именно к нашей модели то есть что такое спойлер у нас есть диски на 18 просто здоровенные вот с низким профилем такие покрышечки ну смотрите конечно просто офигенно дальше у нас идет другая решетка радиатора да если хочешь допустим сравнить как ты на улице то есть ну вот она немножко отделяется то есть спорт хотя по идее как бы спорт это чисто как вот найти там это mg обвес и человек вот весь он вас открылся в этом м джи он брелок к случаям джи носит также еще ревелый допустим x5 м.p m performance написано у нас вот x5 и мы к нету вообще пожить вот просто их здесь нет но у него m performance на всю машину написано просто он купил обвесы может можно это было там завода да как м обвес и все здесь то же самое то есть спорт ничего не говорю что спорт то есть это чисто так что вот но как маркетинг какой-то первое ощущение сидишь очень низко клиренс говорит сам за себя значит что касается расхода топлива вот ну вроде бы двухлитрового двигателя да вроде бы машина такая не динамичная как бы ну чё из нее гонять мы находимся в небольшом таком маленьком городочке где принципе нету таких светофоров по ну тут ну их все несколько парочка штук вот расход вот у нас 14 5 это очень большой или показатель это очень большой результат я только что приехал мы с владельцем сравнили мой расход у меня получилось на литр больше то есть откуда такой большой расход именно по городу мне непонятно но по трассе владелец ездил в отпуск говорит 7 литров то есть ну в принципе да как и как и заявлено производителем в принципе как и должно быть но едешь если честно здесь не может быть неудобно просто здесь реально удобно так поворотничка вода касания у нас нету все обычно включается если честно я не нашел сравнение с mazda cx7 кроме какой только от этого экрана то есть но вот экран да похоже на эти значения ручка кпп то есть ну и принципе на все вот эти кнопки лохи допустим да вот лохи то есть у меня такого здесь как бы нету да но опять же вроде бы все под рукой хотя салончик если честно устаревший реально устаревший то есть но в те годы как бы делать такие именно дизайны вот это приборная панель и да вот этого всего то есть ну хотя бы да вот музыка хорошая сидит джантер на 6 дисков все классно но какой-то мультимедиа и все равно вот именно вдоль рестайлинга не хватает у нас eur рулится легко со скоростью руль становится немножко тяжелее а так в принципе все понятно по крайней мере я еду сейчас я очень боюсь низкого клиренса слушай но мне нравится ехать если честно серьезно острый вообще вообще как реагирует вообще быстро просто моментом но с таким гернсом это неудивительно то есть машина стоит конечно же очень низко у нас на земле поэтому вот управляемость просто отменная реально офигенно немножко жестковато есть конечно такой минус но это все-таки в борьбу за управляемость серьезно сидишь вот любую ямку да сразу можно так оп откорректировать то есть никакой валкости вообще нету то есть говорить о каких-либо все установки проставок я не знаю конечно это просто глупо то есть машина создана для того чтобы ездить как-то вот так вот по трассе то есть не по городу да не по плохим дорогам а вот именно что гладкие дороги что были типа каких-то автобанов я не знаю так ну ладонько давайте сделаем так рвать машину особо не будем сделаем немножко заезд как бы можешь с места ну вот так остановимся газ в пол то есть просто для наглядности как работает спидометр и как работает тахометр все поехали газ в пол это обычный драйв отсечка 6500 ну вот 80 90 100 полная вся полка момента идет равномерно никаких подхватов то есть обычный атмосферный двигатель двухлитровый ну и собственно говоря не самый спортивный автомат то есть достаточно долго переключает передачи ну машина скажем так не для драйва возможно двигатель 2 и 5 был бы конечно покруче да то есть поинтереснее но вот здесь как то вот все таки хочется больше так ну ладно у вас и такая же mazda совсем другие диски нету спойлера и у нас другая шок радиатор то есть вот выглядит как на обычной комплектации то есть не спорт также нет у нас противотуманок а вообще именно если в плане опции договорить то смотрите вот допустим брать конкуренты того же самого ford mandel там допустим будет побольше на всякие опции но здесь выигрывают именно дизайн да именно вот именно качество лкп хотя опять же даже здесь говорят даже не решила плохое поверьте в мандео она хуже там просто где пороги да где пескострой идет то просто как осыпается краска то есть она не гниет эти машины не гниют но краска все равно оставляет желать конечно лучшего не ныряли сидишь на земле но комфортно в принципе то есть опять же ездить где-то в больших городах ездить у нас бампер так низко и сидит эта юбка то есть вот обычный бордюр нам просто даже есть нигде не прокануться не заехать ничего не сделать никакое препятствие не объехать ну как-то так не совсем скажем так практично для наших на рассеке регионов и опять же здесь сейчас была зима вы бы сейчас просто бы офигевали я второе сыграл все-таки другие вещи машины бы буксовала и так далее а так тут нас есть и система отключения испе система отключения вот у нас антипропонсовочной системы то есть принципе все замечательно так ну все правильно как и говорил тут нет никаких стафоров тут просто на высоко как от квартала в анапе да какой-то квартал идут допустим на том стафор чтобы натыкали а здесь у нас получается также что какое-то такое движение здесь непонятно то есть опять же видите не погоняешь не погоняешь в этом городе откуда такой расход 14 5 просто непонятный очень нравится музыка это офигенная базара нет басы опять же надо не забывать она входит не в самую хорошую комплекта не самой минимальной комплектации то есть если у вас опять же хорошая типа как у нас спорт здесь есть такая функция то есть если будете покупать машину опять же не забывайте что бушной машины зависит от комплектации да то есть там разница в цене в принципе небольшая было даже просто видна это люди как бы не вращать внимание то есть если на покупать я думаю что лучше поискать именно с этой системой от именно с басы потому что дополнительную установка сабвуфера и так далее это все конечно же лишняя то есть этих машин как бы они не редкий выбор большой поэтому если покупать то я думаю что если брать то надо все-таки 1 2 литровый как минимум то есть 18 будет слишком мало но опять же эти как комплектация все зависит то есть слишком бедно ну тема за шестеркой mazda 6 вот просто девчонки какой не подойдет скажет у меня mazda шестерка как бы все прекрасно понимают что это красивый автомобиль даже предыдущий кузове дизайн был офигенный даже на сегодняшний освоится в день нормально но вот если ты скажешь что эти 18 там обычный фокус приедет я так просто просто когда люди будете обвинять они так будут показывать что как будто они те натягивают просто так она будет реально вот такие дела а так конечно вот салончик скорее какой большой бардачок здесь у нас такой вот видите сделано логокрасочное такое покрытие под под непонятно что но выглядит достаточно симпатичный красиво ручни щек все по привычной схеме стандартная схема как говорится бардачок у нас регулируем отодвигается даже суши метод сам отодвигается что там суши но это реально буду так вот все порядке вещей аукс розеточка все дела по сути в принципе в нашей комплектации машина 450 тысяч она стоит пробег 182 тысячи на самом деле многовато опять же если не моталась для этого года нормально двигатель надежный но механика это понимаешь шла только с 1.8 двигателя опять же но это нера самая младшая комплектация но ее даже не стоит рассматривать то есть если ты чисто в дизайн упираешь да без разницы хоть те хоть приборку вытащите руль вытащили бы она вот снаружи стал красивой было то возможно да для тебя это хороший вариант но ты жалеть покупаешь опять же повторюсь маза шестерку меня вот с детства как только начал машинами интересоваться меня здесь всегда вот это маза 6 до кто-то где-то говорит все ассоциировал с классным автомобилем серьезно да вы привыкли сами камрюха там да вот это не полностью надежно там вот как кэмри вот эта машина допустим классным классный автомобиль с пассатом сравнивать ее ни в коем случае нельзя там абсолютно другие материалы абсолютно другие двигатели абсолютно другие опции то есть это в принципе одинаковый д-класс там да но все-таки автомобиль как бы разные но но и стоит дороже он не надо забывать то за эти деньги это просто офигенный аппарат кто тогда мне скажет что маза типа дорогая в обслуживании но если брать honda она не дешевле поверьте на слово и опять же вот правильно же пацаны пишут вот комментарии вот я читаю управиться надо бояться недорогого от обслуживания а надо бояться отсутствия денег на это обслуживание ну правильно вы звучите вот такие дела подсветка такой вот материальчик все дела опять же это на все от комплектация зависит автозатемнение ну по идее все что нужно да как бы здесь есть это складывание но к авто складывание работает на ходу то у нас как вообще не разложится обратно то есть получается можно едет вот именно что вот так не знаю но если со стороны это видно нормально то есть я так всегда вы ездил я бы отрегулировал чтобы через них хоть что-то видно было то есть их можно зеркале а так сама плоскость зеркала вот так вот нагнуть что видно было ездил вот так ну прикольно обтекаемость его в офигенно на скорости 200 км в час вы бы сэкономили 001 литр топлива а значит лично мне машина понравилась в плане того что она хорошо чувствует и стоит на дороге нет проблем с двигателем с кпп но единственное что именно меня напрягает именно в нашем регионе это конечно же передний привод и вот такой гулькин маленький клиренс то есть это реально мало как бы плюс такие дороги у нас 18 диски в комплектации как здесь едет на постоянной основе я конечно не понимаю а так машина если честно заслуживать тех денег которого стоит всем спасибо за просмотр всем пока попрощались с владельцем mazda 6 запускает эти почему я хорошее настроение едет домой и у меня сегодня день рождения и завтра выходной и мы поехали есть карельских раков машинку остров поселок ёнский все правильно ёнский ёнский срт нифига обвес у меня свои какой дерзкий такой свечи ты кузнатуре это по твоей расшири гришнерс срт нас это нам что интересует да она же что случилось улетела в этот кувейт или куда улетела я что-то мимо поворота проехал а что посмотрим что тут такая херня что я думал что это серьезно а так и все что ли ну масса текет да она курица ушло я думаю куда ушло передняя тоже мотая значит кольдер колонит кольд травку есть наши также жестко слушаю что получается помнишь чё все сейчас помню пиздург снимай у нас этот шавроле аваланч только я помню и там тоже такое стекло было все поцарапано и у сереги владелец спрашиваю чё как такое он вышли действительно машина просто-напросто на боку лежала вот прямой дегонсетиск вот видишь на боку лежала наклеечка на будущее если будешь покупать это так и все на боку лежала а если видишь нормально печально я не родилась здесь вы менять на в железе этот стек отзываю ну оно ушло понятно есть расстояние а здесь уже черпы даже черпы дачу зимняя резина хороший виде а масло смотри как лечь это хорошо видать такая лужа уже вышла короче наверное на свалочку до поедет это аппаратик крыло да это с этим можно ездить даже зеркало поставил только туман очки как он называется бусик да бусик пизда бусику прислала походу да вот я смущаюсь по поводу заднего колеса там жмалка да че-то с него шучиться вообще вырвала на хрень да если огневой то сколько есть природа слышь в юнском получается это чё как называется деревьев сосны а чё такие здоровенные то есть это все еще во дворе добывается лес модели же можно начать уже шашлычки можно уже в районе садута в кассе могут возле шашлычки то и едят а там че строка реально что а чё за покрышки зачем смотрю я что так только сейчас заметил так в масле что ли масляная собачка теперь будет с одним зеркалом но новая на хэн тоже стоит на 15 с этой стороны нормально с той стороны что такая где-то летняя резина стоит где-то зимний ну да изнутри но вот с балкой не знаю что он будет тогда еще рычаг на полмашины хрена блин спортом не позднимался масляная собачка ладно поехали поехали а